Ну, на танце. Кто стреляет? Камень стирает. Отсюда, отсюда, с камней. Я на камнях, отсюда, с камней. С камней, вот отсюда, слева. Владос, вот тут, где я иду. Отсюда выстрелы слышны были. Где-то тут сидит. Вон он! На камнях, на камнях, на камнях. Прям слева сразу. Граната, граната! Меня убило. Я увидел, я увидел. Блин, я успел убежать, но увидел, что тебя подорвали. Он должен выйти с другой стороны. Ладно, все. Я, кажется, его убрал. Блядь! Кажись, в руке пиздец. Ура! Мы затащили эту катку. Так, выход обнаружен, пора съебывать. Интересно, куда я выстрелил? Все-таки этому хабару. И? Да, я ему въебало попал. Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня внезапно снова ролик с ответами на вопросы. В первую очередь из-за того, что у зрителей были вопросы, которые требуют обширный ответ. При этом многие из них просили ответить как можно быстрее. То есть некоторые вопросы были срочными. И их самих, этих сообщений было много. За эти несколько дней, в принципе, вот они уже накопились. Поэтому я решил, что ребятам стоит уделить время на отдельный ролик и ответить максимально подробно. К тому же вы не любите, когда я много ответов на вопросы вставляю в ролике, например, с игрой Побег из Таркова. Поэтому я решил все скомпоновать снова в один ролик. Данный выпуск вышел при поддержке зрителей с позывными Большое спасибо вам, ребята, за поддержку канала. Во-первых, хочу сообщить, что после восьмого выпуска вопросов и ответов я сразу заказал карту захвата. Конечно же, благодаря людям, кто оказывает финансовую поддержку канала и тем, кто не блокирует рекламу. Так вот, благодаря всем этим людям, плюс, конечно же, при участии людей, кто покупает рекламу на канале, я могу покупать железо для того, чтобы делать какие-то тесты и снимать об этом видосы для всех вас. Так вот, как только придет карта захвата, надеюсь, она будет нормально работать и проблем с ней не будет. Я сразу примусь снимать ролики про разгон оперативной памяти. Так как я часто говорю людям, что это во многих случаях крайне необходимо им сделать, но при этом многие зрители не знают, как этот самый разгон вообще происходит. Ну, то есть, как его сделать. Поэтому постараюсь все это показать, если все пойдет по плану. Конечно, я не люблю раскрывать заранее планы, но тут просто это было необходимо, чтобы успокоить людей, которые ждут такие ролики. Ну, а теперь давайте разбирать ваши сообщения. Для начала отвечу на очевидный вопрос. Что опять такое с голосом? Почему он такой гундосный и писклявый? Это потому, что я опять простыл. Опять наступила зима, выпал снег. Я зиму люблю, но, видимо, она меня нет. У меня каждую зиму начинается танзелит и всякая вот эта хрень, сопли и все такое. Не хотел вдаваться в такие подробности, но так как тут у нас ответы на вопросы, я предвещаю, что кто-то собирался спросить, что опять такое с голосом. Вот что, простыл, короче говоря. Орви или хрен его знает, ну, в общем, не важно. Пить водку не предлагать, теперь мне ее вообще нельзя. Так что тут придется лечиться обычными стандартными средствами, которыми все лечатся. Астарт, у тебя такой ПК сейчас, на котором можно отлично играть в любую консольную игру и не парясь вообще ни о чем. Но так как ты спросил, что можно сделать, уложившись в 20 тысяч рублей, видимо, ты имеешь в виду, что можно сделать, чтобы играть, например, в побег из Таркова. Смотри, я тут вижу два возможных варианта. Первый вариант. Продать платформу, то есть продать мать. Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. Продать проц и память, вместо этого купить мать проц память на серверной платформе с сокетом 2011. Причем, если 20 тысяч рублей у тебя есть сейчас для апгрейда, до продажи своего железа, то с учетом продажи получится примерно еще 10 тысяч сверху. Ссылки на платформу, которую можно купить вместо твоей за указанный бюджет, будут в описании к этому ролику. И тут мы подошли ко второму варианту. Просто продать весь комп целиком. Допустим, ты продашь его тысяч за 20-25 рублей, я думаю, несложно будет это сделать. В зависимости, конечно, от ваших местных цен, где ты живешь. Ибо, как мне кажется, весь комп целиком продать проще и быстрее, чем продавать по отдельности комплекту. И вот у тебя получится уже 40-45 тысяч рублей вместе с тем бюджетом, который ты планировал на апгрейд. На эту сумму уже можно собрать себе очень-очень некислый компьютер. Ссылки на сборку за 45 тысяч рублей я также оставлю в описании. В твоем ПК для ПК игр главная проблема это подсистема памяти. Проц отличный, ядра быстрые и гонятся они хорошо. Но, блин, скорости кэша у него низкие и практически равны скоростям процессоров FX 8000 серии. Плюс память у тебя Kingston, а она больше 1866 МГц, скорее всего, не возьмет даже в разгоне, то есть вообще никак. Поэтому продать целиком и собрать отличный комп за полученную сумму, что у тебя была и выручена с этого компа. Ссылки повторюсь в описании. Хацунэ Мико 01 пожелал удачи и спросил, что можно посоветовать по его ноутбуку, железо которого на ваших экранах. Во-первых, Хацунэ, тебе тоже удача, что касательно ноутбука. На этом в Тарков, на низко-средних, можно будет играть нормально, но только после того, как докинешь еще один модуль памяти. Есть большая вероятность, что у тебя сейчас там стоит всего лишь один модуль памяти на 8 ГБ и все. То есть мало того, что памяти недостаточно для Таркова, ему нужно минимум 12 ГБ, я уже много раз это говорил, так еще она у тебя, скорее всего, и в одноканальном режиме находится. Поэтому докинуть второй модуль памяти на 8 ГБ и играть спокойно. Ссылку на модуль памяти, если тебе надо, кинул в описании к этому ролику тоже. Ремброн, про отряд все уже я говорил в выпусках, вопросы и ответы, кажется, во втором выпуске и вот в восьмом, недавнем. А насчет твоего железа, тормозит до 1-2 секунд, потому что у тебя оперативка стоит не в полноценном двухканале. Так как для DDR4 полноценный двухканал не может быть при 12 ГБ, потому что не существует модулей на 2 ГБ. То есть у тебя, скорее всего, стоит один модуль на 4 и один на 8, либо три модуля по 4. А каналов памяти-то у тебя всего два. И чтобы ты не путал, то есть количество слотов и количество каналов памяти, это не одно и то же. Посмотри предыдущие выпуски вопросов и ответов, я там подробно показывал и рассказывал. Так вот, чтобы у тебя работал двухканал, нужно, чтобы в каждом из двух каналов стояло одинаковое количество оперативной памяти. Поэтому дополни до 16 ГБ, чтобы у тебя в каждом канале было по 8 ГБ, и гони до 3200 МГц. Ниже этой частоты Ryzen нормально работать не будет. Уже много раз в вопросах и ответах, опять же, объяснял, почему так. Ну и настройки текстур с 3 ГБ видеопамяти. Ты сказал, что ты все поставил на низкие, а текстуры на высокие. Так вот, надо сделать с точностью до наоборот. У тебя 3 ГБ видеопамяти, а даже средним текстурам на десятке игре побега Старкова требуется 4,5 ГБ видеопамяти. Поэтому ставь высокий пресет, а текстуры ставь на низкие. Но только после того, как докинешь память и сделаешь разгон до 3200 МГц хотя бы. Антон Гиммель по поводу гайда о разгоне памяти. С большой вероятностью такой гайд будет. Карту захвата, как я уже сказал, я заказал. Но ролик такой будет не ранее, чем в декабре. Лисьяр по поводу апгрейда твоего компа. Если хочешь именно его апгрейдить, то бери проц либо FX8300, либо FX8350. Бери под него нормальный охлад, например, Gamax 300, Gamax 400 или какой-нибудь iGo, например, 5 серии. Там какой-нибудь, в общем, ссылки на всякий случай тоже кину, какие под него можно охлады ставить. Далее бери 16 ГБ оперативной памяти, которая точно гонится до 2133 МГц минимум. Это либо Samsung, либо Hynix, либо Crucial. Остальные уже как повезет. Твоя Team Elite, я не знаю, возьмет такую частоту или нет. Поэтому добирать до твоей, ну не уверен, что хорошая идея. Сначала хотя бы ее просто попробую разогнать, гонится она вообще или нет. Кстати, если надо, я оставил ссылки в описании к этому видео на проверенных продавцов, у которых я сам покупал процессоры AMD FX для тестов. Доставка была очень быстрая, там порядка двух недель. Поэтому, если надо, ссылки есть на процессор, например, 8300 или 850. И вот после того, как все это найдешь, жди мой ролик про FX8300, где я расскажу, что куда надо гнать. Показать я, конечно, не смогу, так как когда появится уже карта захвата железа, этого у меня, скорее всего, уже не будет. Но расскажу. Само видео с тестами этого процессора в стоке и в разгоне в игре Побег из Таркова уже давным-давно записано и скоро будет на канале. Правда, стоит отметить, что записано оно до обновления 0.10.5. Ну, это просто, так сказать, уточнение. Кстати, так вышло, что недавно Ремонтяж тестировал этот же самый процессор в консольных играх. То есть, там, Таркова у него в тестах не было, а консольные игры были. И, как я и говорил, FX для консольных игр очень даже может использоваться еще пару лет точно. И насчет FX также будет общий вывод сделан именно в ролике с тестом 8300 в Таркове, поэтому советую его не пропустить. Вадим Шабалин просто высказал слова поддержки насчет того, что я делаю и пожелал мне удачи и процветания канала. Спасибо тебе, Вадим, и надеюсь, рано или поздно ты тоже сможешь сам игру попробовать. Феникс также высказал слова поддержки и в том числе и за мои личные мнения, а также спросил, есть ли косяки в его компе, кроме малого объема оперативной памяти. По сути, нет. Докинуть второй модуль на 8 гигов и можно совершенно комфортно играть в побег из Таркова и другие именно ПК игры, про консольные я уж молчу. В Таркове просто надо будет поставить опять же высокий пресет настроек, но текстуры убрать на самые низкие, так как, повторюсь, для даже средних текстур надо уже 4,5 гига видеопамяти, если играть, допустим, на десятке. Учитывая, что у тебя 8 поколение Intel, скорее всего у тебя стоит десятка. Alex VVO25RUS занес немалую сумму на генератор высокоскоростного интернета и на карту захвата, которую как раз я и заказал, и купил в том числе благодаря тебе, спасибо тебе большое. Псайсуй, спасибо тебе за поддержку канала и предыдущего ролика. Аскалеон просто пожелал удачи, спасибо и тебе тоже удачи. Angry Nerd имеет вот такое железо и говорит, что играет на средне-высоких настройках побег из Таркова, FPS в пределах 50-70, он спросил, что можно с этим сделать, чтобы играть более комфортно. И как вы понимаете, наверное, с таким процессором, у которого довольно быстрый кэш, плюс его еще можно гнать, то есть кэш еще сильнее разгонится, с такой видеокартой вообще можно было бы на ультра как нечего делать играть в Тарков. Объем памяти у него тоже более чем достаточен. И беда тут ровно в одном, частота памяти. 1600 МГц это мало, и соответственно для ультра настроек пропускной способности памяти не хватит, чтобы своевременно предоставлять данные для обработки кадра видеокарты. Поэтому она чаще всего будет либо простаивать, либо работать процентов на 25-30 загрузки максимум. Энгри спросил, что можно сделать и стоит ли менять память на комплект памяти с частотой 3000 МГц. И да, если кто не знал, среди DDR3 есть и такая супербыстрая память, например, Corsair Vengeance Pro Series какой-нибудь. Так вот, Энгри, учитывая разгонную мать, надо сначала попробовать гнать именно свою память до 2133 МГц. Если твоя память это возьмет, то на этом уже можно будет более-менее играть, в твоем случае нормально. Память Патриот обычно может брать такую частоту при стоке f1600, как у тебя. Однако, если же есть деньги на комплект 3 ГГц памяти, то, конечно, она будет шикарным вариантом для того, чтобы еще пару лет сидеть на этой платформе и вообще не дергаться. Чего уж там, у многих даже с DDR4 памятью нет таких частот. Например, у меня сейчас память работает на частоте 2948 МГц. Это DDR4 у меня такая. В общем, Энгри, если увеличишь пропускную способность памяти, а это в твоем случае только увеличение частоты памяти, потому что она у тебя и так в двухканале уже и там по-другому кроме частоты ничего не сделаешь, то твоё железо и группа Бека Старкова запросто вывезет на ультра пресете в 60-70 фпс. А на среднем пресете так и вовсе 90-100 кадров на улице будет точно. И, кстати, ребята, кто не в курсе, с 1 января 2019 года начнет действовать налог на покупки в интернет-магазинах за границей. Сейчас налогом не облагается покупка стоимостью до 1000 евро, а будет порог в 500 евро. То есть, всё, что превысит эту сумму, будет облагаться налогом по формуле стоимость товара минус 500 евро. И вот от этой полученной суммы, соответственно, будет браться какой-то налог. Я, честно говоря, не помню, какой конкретно налог. Ну, в общем, стоимость товара минус 500 евро, вот полученная сумма, на неё будет накладываться уже налог. Так вот, мне тут ребята писали просьбы сделать, так сказать, виртуальные сборки для Таркова в интернет-магазине Computer Universe. Поэтому анонсирую, что, учитывая важность успеть до конца года, такой ролик будет в ближайшие дни. Если кому-то интересно, не пропустите. Напомню, что в описании к этому видео есть ссылки на разное железо, которое может быть вам полезно, в том числе и список железа на полной сборке ПК с нуля, на которых можно будет нормально играть побег из Таркова. Ну, а на сегодня у меня всё. Сейчас лайк или дизлайк, подписка или отписка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok